Хочу поздравить вас и вы, и коллектив инспекции номер 22 с профессиональным праздником. Поблагодарить вас и ваших сотрудников за вклад в развитие Одинцовского района. Пожелать вам успехов в дальнейшей работе, здоровья и благополучия. К профессиональному празднику Одинцовские налоговики подошли с хорошими результатами. Поступления в бюджет района увеличились на 650 миллионов. Добиться этого удалось по нескольким причинам. Во-первых, были вовлечены в налогооборот новые объекты. А во-вторых, принесла свои плоды работа комиссии по урегулированию задолженностей. Собственная задолженность составляет 2 миллиарда 149 миллионов. Она с 1 января погашена больше, чем на 738 миллионов. То есть это и работа комиссии, плюс это участие в комиссии, которую проводит только налогоинспекция, представители администрации, представители силового блока, наших уважаемых коллег-приставов, которые тоже активизировали свою работу. И мы видим по погашению той задолженности, которая на сегодняшний момент у нас есть. Работа комиссии по урегулированию задолженности является максимально эффективной, говорит начальник налоговой инспекции. Единственное, над чем стоит поработать, обеспечение явки всех приглашенных должников. Одинцовский район стал пилотом по программе вовлечения в налогооборот неоформленных объектов недвижимости. У нас действительно работает целая программа, это системная работа, несколько мобильных бригад, которые объезжают территорию ежедневно, особенно СНТ, ДНТ, вот все наши частные дома, поселки, в которых до сегодняшнего дня была устоявшаяся, сложившаяся практика не регистрировать вторичные строения. Теперь на повестке дня борьба со схемами, которые позволяют значительно снизить налоги, а значит, недоплатить деньги в бюджеты разных уровней, их несколько. Например, необоснованное снижение кадастровой стоимости. Мы очень часто, анализируя налоговую базу сегодняшнего дня, видим, что по многим земельным участкам произошло изменение кадастровой стоимости, из которой, собственно, и начисляются налоги. По многим объектам она сильно занижена. Разбираемся, как это происходило, видим, что есть решения судов, на которых участниками не являлись ни налоговый орган, ни, соответственно, мы, как казна, в которой поступают эти налоги, как напрямую заинтересованное лицо. И сейчас прорабатываем с нашим правовым департаментом вопрос того, что мы будем обращаться в суды и пытаться все-таки эту стоимость вернуть на прежний параметр или повысить до уровня сегодняшнего дня. Алексей Андреевич обратил внимание руководителя муниципалитета на еще одну схему, при которой предприятие, иногда и не одно, регистрируется предпринимателями на домашний адрес. Для того, чтобы использовать налог на добавленную стоимость, для этого они регистрируют организации на домашний адрес, мы убеждаем их. И мы считаем, что если вы регистрируете организацию, значит, тариф по коммунальным услугам и все остальные должны быть приравнены к организации. Мы считаем, что эти квартиры, жилой фонд, должен быть выведен из жилого фонда, переведен в нежилой. Когда мы этот вопрос поставим на ближайшую нашу комиссию по должникам, перед тем, как мы будем общаться с конкретными должниками, мы вместе с силовым блоком и нашими службами обсудим возможные варианты борьбы или превентивные какие-то меры, то есть схемы, которые вы только что сказали. Повышение сервисной составляющей – одна из приоритетных задач налоговой инспекции. Все преимущества электронного личного кабинета уже оценили более 80 тысяч одинцовских налогоплательщиков. Работа над продвижением интерактивных сервисов продолжается. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.